Долгожительница Бреста отметила свой трехзначный юбилей. Жизненная история Нины Семеновны Мартынюк началась в далеком 1924 году. Став 9,5 лет круглой сиротой, она училась справляться самостоятельно со всеми трудностями даже в самые тяжелые исторические периоды. В свой день рождения именинница активно принимала поздравления от близких родственников, друзей и соседей. Поблагодарить долгожительницу за весомый вклад в развитие государства и поздравить лично пришли местные представители власти. Во время Великой Отечественной войны Нине Семеновне пришлось стать узницей войны. Воевать на фронте и лишь в декабре 1945 года она смогла вернуться домой и начать все с чистого листа. Проработав в отделении почтовой связи 33 года, наш долгожитель делится воспоминаниями о том, какой была ее работа и город Брест в первые послевоенные годы. После войны сразу, как приехала из Германии, я в связи проработала 33 года. Я сразу ездила разъездной, возила почту по Брестской области, по всех районах. Ну, газеты, письма, все, в машине. Тут раньше эта Ковалевка была, были военные были, и они получали телеграмму. Я работала в связи с доставшиком телеграмму сразу. То, где в каком доме кого-то хозяина живет военный, снимает плодил, ему телеграмму. Приду вот такой по коленам у грязи, а теперь говорю, ой, какая Ковалевка. Раньше тут болото было. Ой, боже, милая моя, тут в Бресте было две улицы, Советская и Московская. Все, весь Брест был. Тут из моста Скоблинского до Советской. Тут было эти, ну, лагерь там, военнопленные все похоронили. Тут в кладбище все было. Своим оптимизмом и жизнерадостностью юбиляр удивляла всех присутствующих. В 100 лет Нина Семеновна является приятным собеседником, делится воспоминаниями о прожитых годах, ведет активный образ жизни и даже в свой день рождения ходила молиться в храм. Уже стала традицией в Московском районе поздравлять юбиляров и именно тех, кто достиг 100-летнего возраста. Сегодня мы поздравляем Мартынюк Нину Семеновну. Это не просто человек, который достиг 100 лет, это человек, который прожил очень сложную жизнь. Она была узницей фашизма. Нина Семеновна очень живой, очень интересный человек. У нее очень интересная судьба. Мы очень сегодня, скажем так, были приятно удивлены тому, что она может и красиво сказать, и присказками, и поговорками. И от нее прям веет теплом и добром. Ветеранам войны и труда в Бресте уделяется особое внимание. По случаю празднования и юбилея Нину Семеновну поздравили представители органов власти, вручив новый паспорт столетней гражданке Республики Беларусь. Также традиция в Московском районе всем 100-летним юбилярам вручать паспорта гражданина Республики Беларусь. И сегодня вот тоже Нина Семеновна получила паспорт гражданина Республики Беларусь. Если говорить в целом о ветеранах, которые проживают непосредственно у нас в Московском районе, то у нас их достаточно много. У нас 122 ветеранских организации. И это те люди, в том числе и Нина Семеновна, которые восстанавливали город Брест. Им пришлось жить в послевоенное время, очень сложное. И сегодня мы должны действительно поблагодарить этих людей, потому что благодаря их труду, их энтузиазму, их силе воли мы сегодня живем в современном городе Бресте. Секрет долголетия Нины Семеновны заключается в любви и взаимопонимании. В свои 100 лет у нее два внука и семь правнуков, которые дарят радость и дают стимул жить долго и счастливо. Брещанка поделилась своими житейскими мудростями и дала совет. Самое важное – быть ко всем добрым. Если, вот, напустим, тебе там что-то, кто-то, не отвечай, гадостью. И на худой конец перешлищи, и Бог с ним. Слушаться родителей, руководителей отца. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.